Я уже немножко анонсировал, что мы будем говорить. Меня зовут Леша Волков. Я техлид, веду нашу компанию в светлое будущее JavaScript. 10 плюс лет опыта и так дальше в разных вещах, начиная от десктопов, заканчивая, надеюсь, не заканчивая, а продолжая JavaScript, а потом заканчивая еще чем-нибудь. Когда-то же заканчивать придется. Расскажу вам про разные такие вещи. Например, JSON stringify, и я буду вам параллельно показывать это все добро на слайдах. Даже вот так. Например. А, кстати, я буду периодически спрашивать, кто что знает, а кто что не знает. Для кого новые вещи, для кого не новые вещи. Просто, потому что я надел специально футболочку, капитан очевидность. Потому что, когда я готовился к докладу, у меня всегда такое чувство, блин, кому это надо, все и так все это знают. А потом делаешь доклад, и много людей говорят, да, спасибо, хорошо, молодец, ну, окей. JSON stringify, первая функция, которую мы рассмотрим, она, оказывается, принимает не один аргумент, типа объект скормили туда и получили строку. Она получает целых три аргумента. В частности, все знают часто, большинство не знает, что есть три аргумента. Некоторые знают, что есть три аргумента, и знают, чем занимается третий аргумент. Но очень редко кто знает, чем занимается второй аргумент. Вот сейчас мы это посмотрим. Увеличим тоже здесь. Вот, например, JSON stringify. Возьмем, например, location. Вот наш объект. Он весь location. У location есть еще разные методы. Он их просто проигнорировал, все туда загнал. Вот у нас имеется теперь обычная строка. Мы можем добавить второй аргумент. Пропустим, добавим, например, там 4. Нет, 2. Давайте вот. И оно вот форматирует с отступами. Или там 4. Будут другие отступы. А если это будет какой-то вложенный объект, то отступов будут, соответственно, другие отступы будут. А есть еще такая вещь, когда мы можем передать второй аргумент. Вот, например, мы сделаем такой объект. Например, у нас есть A1, B2, а C это 1 и 2. Такой массив. Что я забыл? Да, все. Вот, и теперь мы его возьмем и сделаем очень интересную вещь. Видите, он проверяет, если вот этот второй, это просто передает что-то callback, который принимает key и value. И он с помощью этой функции применяет к каждому элементу этого объекта. И ко всем вложенным. То есть он рекурсивно обходит с помощью этой функции весь его. И вы можете возвращать value, key, поменять невозможно ключ, только значение. И можете сделать с ним что угодно. Так можно сохранять какие-то, ну, сериализировать какие-то особенные данные, которые обычно не сериализируются. Там функцию или дату или еще что-нибудь такое интересное. Вот здесь, например, он взял и сложил числа в массиве вместе. Взял и сложил. А, точнее, даже не сложил, а максимальное выбрал. Идем дальше. Есть его, как бы, собрат JSON parse. У него два аргумента. Третьего у него нету, потому что он обрабатывает любую строку. И с форматированием, и без форматирований. Но вторая у него точно так же. Он обходит с помощью нее этот весь объект, который получается. И лишние числа, лишние значения может там выкидывать, обрабатывать дополнительно, как угодно. Например, мы можем задать ему JSON. Вот, например, мы… Что мы тут делаем? А, это мы все умножаем в два раза. И это мы применяем у JSON stringify. А теперь поменяем скобочку, одну, и получим, честно говоря, то же самое. То есть это такие, как бы, аналогичные функции. Видите, я просто этот callback переместил из stringify в parse. Вот. Очень удобно, если нужно обойти. Кстати, таким образом можно обойти очень глубокую вложности. Например, умножить все числа на два. Или там добавить что угодно. Даже можно таким образом делать, там, рекурсивно полностью, там, например, если глобальную функцию извне какую-то объявить, и внутри с помощью этой функции рекурсивно все обойти, не надо писать свою рекурсию. Он сам вас за все обойдет. Сделать ему, там, stringify, результатом не воспользоваться, но он за вас, что обойдет функцию, сделает какой-то там… Это будет, конечно, функция с сайд-эффектом, то есть переменная, которая извне будет использоваться. Ну, там, не знаю, сумму можно подсчитать, максимальное число и так дальше. Что у нас дальше? Ага. Есть у нас setTimeoutSendInterval. Известные вещи все знают. Первая отвечает за то, чтобы выполнить какой-то код через n количество миллисекунд, а setInterval, чтобы выполнять его постоянно. Код, вы знаете, это может быть строка. Кто писал JavaScript давно, помните, да, писали обычно туда только строки, очень длинные. Потом обнаружили, вау, туда можно передавать ковбеки, функции, и использовать теперь обычно обычные функции. А вот. Но у setTimeout есть еще дополнительные вещи. Туда можно, кроме вот этого, после паузы, которая должна произойти, ну и также у setInterval, точно так же. Можно передать туда еще какие-то параметры, которые попадут внутрь. Сейчас продемонстрирую. Например, мы берем, пишем setTimeout, передаем какую-то функцию, у нее будет a и b, и тут выводим в консоль a плюс b. И так, пусть это будет через 100 миллисекунд, и передаем в a123, а туда 321. Видите, он через 100 миллисекунд получил эти значения и просуммировал их. Простые вещи, как говорил капитан очевидности. Теперь очень интересная вещь. Знаете, что возвращает setTimeout и setInterval? Указатель на таймер. Указатель на таймер. Ага, число возвращает. И тот, и тот ответ правильный, потому что в браузерах он возвращает число, порядковый номер этого таймера, и это число увеличивается каждый раз, кстати. А в ноде это возвращается объект с названием таймера, и там есть свои свойства. Там есть ref, unref, и так дальше. Но очень-очень-очень интересная вещь. Например, смотрите, я беру setInterval, говорю мне, пожалуйста, выводи какое-нибудь там слово каждую секунду. Вот. И он будет выводить это слово каждую секунду. А теперь я могу сделать, и он мне отдал число 37, и я могу сделать clearInterval 37 и остановить. Все. Оно больше не выводится. А теперь еще большая интересная вещь. Можно задать setInterval. Видите, уже 38 пошло. И можно задать очень интересную вещь. Вот я тут уже игрался. Смотрите, я беру range чисел от какого-то числа, например, до 100, и всем им делаю clearTimeout. Кстати, clearTimeout и clearInterval в браузерах работают полностью аналогично. Таймеры один. Подтаймеры те же самые. Там даже в спецификации написано, что это должны быть те же самые таймеры, только один должен выполниться один раз и забыться, а второй должен выполняться регулярно, пока его не остановят. И поэтому, видите, число там растет. 30, 31. А, у меня здесь нету этого. Как нету? Да, точно нету. Странно. А было. ClearAnd? Нет. Он говорит, нету lowDash. LowDash нету, нету lowDash. Ну и ладно. Надеюсь, вы мне поверите на слово. Короче, таким образом можно делать, очищать целый, короче, пул огромный всех абсолютно. Вот вы свой скрипт встраиваете и все таймеры убиваете. Очень интересная вещь. Ну, пожалуйста, так не делайте, только если вы знаете, что вы делаете, где вы царь, если ваше приложение на электроне, анатоме и так дальше. Теперь. Вот эти все set timeout и set interval, также когда был сегодня доклад про асинхронность, вот эту всю. Меня в этом всегда интересует вопрос со всеми людьми, с кем я разговариваю про JavaScript. Понимаете ли вы на самом деле, как работает такая волшебная вещь в JavaScript, как event loop? Мы верим, что WCVC знает, да? Стоит показать демонстрацию? Очень интересная, кстати. Да? Окей. Есть такой сайт. Один мужичек написал. А интернета нету, да? Сейчас попробуем. Не, 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 сейчас я попробую соединяться. Пробую соединяться, соединяться. Не соединяется. Не соединяет. Сейчас, подождите, извините. У меня есть… Опа, я волшебник. У меня есть 3G. В JavaScript не может подключиться. В JavaScript есть два очень основополагающие вещи. Если вы недавно в JavaScript еще слабо понимаете, что здесь к чему и не совсем, честно говоря, понимаете, как работает вообще вся эта асинхронность и почему она работает, то вам нужно выучить два понятия. Первое понятие называется однопоточность, а второе понятие называется асинхронность. И вот потом понять, как эти два понятия соединяются между собой. То, что он однопоточный, то, что вы не запускаете несколько потоков, но при этом он асинхронный, и вы можете одновременно запускать много задач. Ключевое слово здесь в названии языка, кстати. То, что это скрипт. Уже сегодня докладчик говорил, то, что он обращается к API, то есть той среды, где он как бы запускается. Если это браузер, браузеру он говорит, по сути он говорит браузеру, setTimeout, сделай мне вот эту функцию, выполни через столько-то. И вот это занимается тем, что запускает эту функцию не JavaScript, а непосредственно браузер. Это API браузера. Точно так же это работает в ноде и во всех других вещах. Сейчас. Что там? Ничего не хочет работать. Сейчас попробуем еще раз, если нет. Но нету, сюда нету. Он и сюда не хочет соединяться. Еще не хочет. Ну окей. Может быть чуть позже он расчехлится, я вам покажу. Вкладку не буду закрывать, чтобы не забыть. Пока это можем пропустить и продолжить дальше. Консоль. Опять же, очевидная достаточно вещь. Многие используют просто консоль log. Но кроме консоль log там есть очень много всяких приятных плюшек. Типа там консоль. Clear timeout какой же там был? 38? О, я угадал. Вот. Есть, например, тот же самый консоль log, где вы пишете какое-то слово, он просто вам его выдает. Есть консоль info, который выдает вам это с иконочкой, с одной, warn, с другой. Error еще выдаст вам trace, где он был запущен. А есть просто вообще trace, если вы не хотите чисто, грубо, ну как бы ошибку. Он просто вам покажет, где ваша функция была запущена. Также дальше есть интересные вещи для того, чтобы более, скажем, богатые данные отображать. Консоль dir, которая отображает какой-то там объект. Давайте попробуем location отобразить, что он нам скажет. Вот. Он нам дает просто такую возможность выбрать. На самом деле в хроме и консоль log подобным образом работают, но у консоль log тут чуть-чуть другое поведение. Вот. Чуть-чуть другое. То есть по сути то же самое. Но в других браузерах это работает. Также есть консоль table, который выдает вам данные по табличке, если у вас есть, например, какой-то массив объектов, где там, например, есть текст 1, потом есть текст 2, еще есть какой-то текст super, то вот этот консоль table вам это выдаст в табличке. Видно? Вот. Это выдаст в табличке. Можно перечислить также его… Ну, это очень удобно для отладки, если вы используете консоль log. Да, будет много колонок. Так вот, второй аргумент именно отвечает за то, какие колонки отображать. Вот если я сейчас подобавляю сюда колонки еще какие-то там. Так. Так. И так. И пока отображу. Вот так он мне отобразит 3 колонки. А если я ему скажу, пожалуйста, мне отобрази только текст, он мне отобразит только текст. Или только A, только A. Очень удобно. А есть еще одна интересная вещь. Называется console.count. Когда вам нужно почитать количество запусков чего-то. Можно его запускать без аргумента. И он запускается много раз. Можно туда добавить какую-то метку, какой-то лейбл. Он будет говорить, сколько он раз запустился. И есть console.clear. Чтобы это все очистить. Идем дальше. О, опять консоль. Есть еще console.group и console.group.end. Кто это использует? Слушайте. Я не зря сюда приехал. Так. Есть console.group, который, например, берет и все следующие вызовы консоли он просто будет под, скажем, такую подгруппу создает. И здесь вы можете там написать что-нибудь. Помпс, помпс. А потом взять это все, скрыть. И когда нужно группу закончить, чтобы назад выйти на уровень выше. А, групп.end. Очень удобно. Особенно, если какие-то вложенные структуры тестируете. Есть еще тоже интересная вещь, как console.time для того, чтобы померить время исполнения чего-то. Например. Ждем, ждем, ждем. Оп. Он нам посчитал. Разрос 4 секунды. Причем он, видите, считает, он даже не просто миллисекунды, а микросекунды. То есть миллион до миллионных долей. Это как бы объект date такого не даст. Если вы его используете для таких вещей. Еще есть пару плюшек в браузерах. Console Memory. Очень интересная вещь. Только в Chrome в других не нашел. Так, а что же с Chrome у меня? Так работать не хочет, так не хочет. Console Memory. А вот есть. Из native function. А, это не этот. Это не функция. Я ошибся, когда писал. Вот. Это просто как бы готовая вещь. Здесь что у нас есть? Hip size. Куча. Вот. И есть профилирование. Но это уже в этом. В Chrome здесь этого не будет. Это будет в Firefox. Это для профилирования уже быстродействие, связанное с их недевелоперской консолью. Да? В Chrome тоже есть профайл. А, тоже есть, да? Отлично. Но MDN почему-то написал, что это только в Chrome есть. Вот. Начали. Закончили. И во вкладочке специальной можно все это посмотреть. Профилирование. Вот наш профиль, который мы запустили и закончили. Только, по-моему, этот профайл и профайл end нельзя вызвать, кроме как из консоли. Из JavaScript его нельзя вызвать. Они это закрыли, по-моему, недавно для безопасности. Где-то вот буквально месяц назад я на это натыкался. Может быть, я ошибаюсь. Тем не менее, такая вещь есть. Можно использовать. Идем дальше. Интересная тоже вещь. Достаточно относительно недавно появилась. Может быть, даже вы ее уже использовали. Window Performance. И там есть разные тайминги. Тоже можно делать разные замеры и так дальше. Performance timing. Это тайминг вот этого всей загрузки. Когда пришло. Когда соединение появилось. Когда все-все-все-все, что вы видите в закладке Network. Это для текущей странички. И есть еще такая вещь, как Get Entries. И здесь вы можете видеть все зависимости, все скрипты, ну, все сторонние ресурсы, которые подгрузились. И по ним тоже статистику, их название, их тип, когда они начались, когда закончились. Здесь уже время, правда, в относительном. Здесь у корня в основной странице абсолютное время, а внутри относительное. Ну, тоже очень интересно для замеров. Если автоматические какие-то тесты, чтобы это все не вручную мерить. Очень и очень-очень интересно. Mark, measure, не буду сейчас, честно говоря, вдаваться. Лучше, честно говоря, сам не до конца разобрался. Ну, а не для того, чтобы мерить разные вещи. Вот. Там аргумент какой-то нужен. Hello. Что-то он меряет. Есть еще performance now. Вот. Performance now. Идем дальше. Это типа текущее время, но с миллисекундами. С микросекундами. Chrome. Load times. Тоже интересная вещь. Чисто для Chrome есть. Вот. Вот такая вот вещь. Тоже разные тайминги, когда загружен, протокол, который и так дальше. Теперь по номерам. Очень интересная вещь. Как создать, как получить номер из чего-то? Есть несколько способов. Можно создать объект типа number. Можно воспользоваться функцией number с большой буквы. Можно сделать parse int. Можно сделать parse float. Можно сделать вот такую даже штучку, типа там плюс. Плюс вот так. Как бы он превратит его в строку. Хороший вопрос. Я не пробовал. Будет минус? Замечательно. Теперь смотрите, очень интересная вещь. Здесь чем отличается number от объекта типа number? Вот смотрите, если я напишу, например, какое-то число, и я скажу ему, пожалуйста, type of, он мне скажет, что это number, правильно? Но теперь смотрите, что я сделаю. Я создам new number. Сейчас сохраню его куда-то. Type of s. У меня будет объект. Но если я напишу s, он мне напишет вот так. А если я напишу s2, например, и тут создам number тот же самый, и s2, то есть по сути то же самое. Но там это обернуто в объект, там это обернуто и то, и то число. Я могу s добавить 1, это будет 124. То есть s у меня это объект, но когда я его использую в математическом примере, он получается не объект. А? При сравнении будет проблема. При сравнении будет проблема, конечно. Поэтому это удобно использовать, если вам нужно точно проверить, что данное типа номер, лишний раз проверьте, что это объект типа number. Та же самая ситуация со стрингами. Я буду ускоряться, потому что у меня время почему-то улетает. А, еще по номерам. Есть очень интересные функции, скажем, хелперы, которые проверяют is integer или нет. Большинство людей почему-то до сих пор берет и округляет число и сравнивает его с самим собой. Округленное с обычным. Типа круглое оно или не круглое. Ну вот есть is integer, можно использовать. Также есть to precision. Что-то я потерял. Что-то я потерял. Ага, это, наверное, у самого числа. Это уже у самого числа. Спасибо за подсказочку. То есть такие всякие вещи с числами с плавающей запятой. Теперь то же самое про стринг. Есть стринг, есть объект типа стринг. Как я еще могу превратить? Я могу любой вещь, если у нее реализована функция toString, тоже превратить в стринг. В частности, у массивов, знаете, есть такая вещь. Он сразу превращается в стринг. Вот. Есть еще jsonString.gify. Если вы возьмете jsonString.gify у числа, это будет стринг. Если вы возьмете число и сделаете ему toString, это будет стринг. Если вы сделаете, сделаем вот так, newString, тут какое-то число, мы получаем очень интересный объект типа стринг, у которого есть 0, 1, 2. У него есть длина. Все атрибуты обычной строки. То есть мы как в массиву можем обращаться. И причем, но это объект. Это не сама строка. Или мы можем написать вот так. s2 это будет стринг. s2 так, но так, конечно, это разные вещи. type of s1 это объект, type of s2 это стринг. Разные вот такие вещи, которые очень интересно знать, полезно. А, еще тоже способ. Это использовать кавычки перед выражением. Если вы пишете кавычки плюс ба-ба-бам, получаете строку. Вот. Старые, старые-старые древние методы, которые не рекомендуется, честно говоря, уже использовать. anchor, link, bold, sub, sub. Это вещи, которые можно обернуть строку. Например, мы берем ля-ля-ля и говорим ей, пожалуйста, сделай мне из этого ссылочку. Этот, даже не ссылочку. Да, ссылочку сделай. Сод какой-то там с ссылочкой. Оп. Он нам возвращает. Точно так же anchor, только это будет уже не атрибут href, а атрибут name. Ну, как якорь. Также есть bold. Есть sub, есть sub, b, sub. И там есть еще ряд их. Но, честно говоря, это уже не используется, ну, как бы не рекомендуют это использовать. Оно будет упраздняться и вытираться постепенно. Но вот есть еще интересная вещь. Это starts with, которая помогает решить проблему, когда мы используем вот этот substr или substring и вычисляем, типа, минус длина, минус еще что-то, вот эти всякие вещи. То есть мы просто проверяем, starts with, начинается ли он со 123. Начинается. Начинается ли он с 321? Не начинается. Начинается ли он с 23? Не начинается. Отлично. Ну, starts with это более новый метод, скажем. Он, по-моему, работает во всех нормальных браузерах и в интернет-экспорере в версии с 9. Вот, это так как, вот это как можно применять, например, минимальное число и максимальное, если у вас есть массив, потому что math.min и math.max, они принимают не массив, они принимают, соответственно, вы знаете, просто ряд аргументов бесконечных. А вот это, кстати, способ, как получить сумму с помощью редюса. Это отдельная вещь, редюса я не буду касаться. А вот это очень интересная вещь, как получить, вот такой хак, как получить сумму чисел из массива, не используя редюс на старых этих, на старых машинах. То есть что мы делаем? Мы берем 1, 2, 3, мы берем eval 1, 2, 3, получаем… А, точнее, мы сначала давайте его превратим в toString. 1, 2, 3, toString. Это у нас будет 1, 2, 3, через запятую, как ни странно. Теперь мы это берем, сделаем сплит по запятой, понимаете, да? Потом мы этот сплит возьмем с join через плюсик. И потом мы это все… И потом мы это все… А, сейчас… Хорошо, идем дальше. Date и… Date now есть такая вещь, есть еще плюс new date, которые делают, честно говоря, то же самое. Вот. Это мы получаем текущую дату в миллисекундах. Опа. Вот. Текущую дату и время. Теперь функции. Как мы можем объявлять функции? Вот это один метод, способ объявления функции. Это мы… Как это называется? Первое. Это анонимная функция, присвоенная какой-то переменной. Вот здесь именованная функция. Вот здесь именованная функция, присвоенная какой-то переменной. А сейчас мы это все попробуем. А, смотрите. f1, function, вот, например, есть. Теперь у нас есть function2. Вот. Есть такая функция. А теперь мы можем сделать f3, function, f4, console.log, hello. А, да, спасибо. Видите, какие вы. Замечательное слово замечать. И здесь закроем. Вот. И теперь что интересно, f3 равно f4? Нет? Потому что f4 — это непременная, f4 — это функция. Но мы можем выполнить… Сейчас. А, значит, не можем. f3. Да. Да, да, да. Окей. Идем дальше. Еще есть способы вызова функции. Это new function. И внутрь можете передать строку значения вашей функции. Теперь, что мы можем сделать с функциями? Известные методы уже, в принципе, bind, deploy, call. Я чуть-чуть касался. Сейчас не буду, наверное, на них останавливаться. Но есть еще очень интересные. Вот те переменные, которые мы объявляли. f1 name будет f1, да? f2 name будет f2. Хотя помните, f1 — это у нас была анонимная функция. Но она как бы здесь через f1 используется, поэтому используется ее имя. Помните, f3 у нас было равно function f4. Теперь смотрим. f3 name будет f4. Типа ее имя. Что у нас дальше? Есть еще length. Кто знает, что это такое? Один человек. Супер. Это очень интересная вещь. Это говорит, сколько аргументов объявлено функции, которая может их принимать. Мы можем написать f1 function a, b, c. Оп. f1 length у нас будет 3. Можем написать просто a, b и f1 length у нас будет 2. Да. Undefined или больше становится? А, меньше. Вау. Супер. Ага. Ага. Супер. Супер. Я всем скажу, кто не услышал. Оказывается, что если используется bind, то корректируется это значение length, оно становится меньше. То есть, как бы уже какие-то забайндены, типа он же их не использует. Хотя, ну да, он же их уже не использует, ты уже их не передашь, он же новую функцию объявляет. и говорят, что вот Angular Dependency Injection использует эту возможность length. Объект. у объекта есть вот такие три вещи. Это на тему иммутабельности. Она, оказывается, уже есть в каком-то виде. Есть prevent extensions, это чтобы запретить расширение разных свойств, поменять значение свойства, его сделать read-only или не read-only сил. Это он запрещает добавлять новые значения, но текущие значения можно изменять. А freeze это вообще полностью заморозить, не менять, ничего не добавлять. Давайте глянем немножко. Например, у нас будет объект obj, у него будет a1. Вот. Теперь мы возьмем obj, obj, например, a сделаем 2, убедимся, что obj изменился, a2. Теперь мы сделаем object сил a, а сейчас obj, obj, сделаем obj, то есть мы его запечатали и теперь попробуем поменять obj равно там, например, 100. Он скажет, типа, в ответ нам вернется 100, но это не то, что 100, что мы думаем. А, это сил, да. То есть мы добавлять новые не можем, b. он говорит, что типа добавил, но на самом деле ничего не добавил. Подобным образом работает freeze, когда он вообще морозит полностью. Freeze, obj, a, а, ба-бам-ц, типа изменил, но ничего не изменил. анфриза нету, насколько я не заметил. Есть функции, которые проверяют, есть ли этот, типа, is extensible yet, is sealed already, или is frozen already. но если это будет создан уже новый объект, а не ссылка на тот объект, то, конечно, можно. Freeze есть маленькая неприятность, он не имеет что? Он, и сил так же. То есть он занимается свойствами только первого уровня, как бы. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Если пишешь константу и объект, то свойства этого объекта ты менять можешь. Да, вот все, у меня уже вопросы. Спасибо. В принципе, можно два вопросика задать еще. такие вот мелочи, очевидные, но приятные. У меня не вопрос, у меня дополнение, поскольку лекция очевидность. Я хотел сказать, что когда именовая функция используется, то это еще, кроме рекурсии, используется еще в одном, ну, для одной цели, когда вы отлаживаете код, и он очень такой сложный, то когда вы объявляете функцию и ее как-то называете, поверьте, вам потом будет намного легче разобраться, что произошло, когда у вас будет, ну, там, неприятная ситуация. Ну, это супер. Да, да. Спасибо. Спасибо. Еще хотел небольшое замечание, ну, не то, что замечание, а дополнение в отношении там примитивов, допустим, number и объектов number, что, ну, как бы часто даже на собеседовании спрашивают относительно того, зачем, как бы, объект, и то, что, собственно, методы примитив берет из объекта, то есть прописываются. Методы аналогичные. Да, из прототипа того объекта как раз для примитива используются. Да, да, да. Спасибо. Спасибо. Так, ну, спасибо, Леша. Спасибо.